Всем привет! Это шоу «Осторожно окрашено», а это Нива из нашего тройного теста, где мы с Сашей Мирошкиным и Сережей Знаемским выясняли, какая машина самая главная в 2022 году. Ссылку на ролик вы можете найти в описании, посмотрите, какую машину на тест притащил я, вам точно понравится. Здесь же Нива находится потому, что фактически это родоначальник класса кроссоверов. Если вам нужен настоящий классический внедорожник с постоянным полным приводом в ограниченном бюджете, то альтернатив этой машине фактически нет. Но не спешите, герой нашего сегодняшнего выпуска не Нива. Обычно мы показываем вам, куда нужно смотреть при покупке автомобиля с пробегом, после чего сравниваем осмотренный автомобиль по объявлению с заведомо целым автомобилем, на месте которого как раз и стоит сейчас Нива. Но дело в том, что героя нашего сегодняшнего ролика просто не с чем сравнить. Ведь это настоящий внедорожник, японский, надежный, неприхотливый, с постоянным полным приводом, классическим автоматом и по цене новой Нивы. Скажете, так не бывает? Ведь с подобными параметрами все предложения будут в возрасте 20 лет, а то и более. Оказывается, еще как бывает. Правда, спорю, что подобный вариант даже не пришел вам в голову. А сможете состояние машины подсказать? Состояние хорошее. Есть там небольшие доски, ну там по ЛГТшке. Банкер впереди справа чуть-чуть приперт. А так, в принципе, нормальная водрая для машины. Угу. Вот, масло не жертв, коробка не нравится. Итак, смотрим. Японский, полноценный внедорожник с постоянным полным приводом, классическим автоматом 2010 года выпуска и продается он за 700 тысяч рублей. Можете рассказать про чудеса? Я сам купил почти два месяца назад. Я на неделю поездил, говорит, мне нравится. А так, бодренькая, нормальная машина, юбкая. А если кроешь момент, по бисотне, короче, получил, подсутник, по-русски, по скейпу. Спереди, сзади? Спереди. Не узнавали, сколько стоит ремонт? Оригинал 3 800, мне оригинал, короче, икония 3 500. Это СБС. А на нем вообще есть запчасти? Так, реально найти? Конечно. Ну, я туда ввези. А вы его где покупали, официального дилера? Не-не, я тоже штуку покупал ее. Я второй владельцем покупал ее. Так, ну а что тогда нашли, что знаете о машине за два месяца, что вы ездили? В принципе, штука все. И все, в принципе. Подвеска нормальная, ромаза нормальная. А вы когда покупали, не проверяли ее случайно? Мы проверяли, хорошо, сколько. Я отдавал 10 тысяч, поэтому на стенде проверяли. Ну, поэтому на геометрию. Нормальная, ровная, хорошо. Это не так страшно, в принципе, это можно защистить. Просто я не красил, потому что, ну, возникли бы проблемы вот эти. А почему покрасили, а это... А снизу она такая же? Ой, я не знаю. Нет, конечно, что-то. Она, короче, стояла. Я объяснил, когда я с полтора года, с полтора года не стояла. Сняли, что-то сняла, короче, хозяйка, я созвонился с ней. Сейчас я что-то дозвониться к ней не могу. Она сняла, потому что, короче, у меня штрафы, короче, шли. Да, люди катались, катались, короче, штрафы шли. У нее была хозяйка. После этого ее купили вот люди, у которых вы ее взяли. Да, да, да. Но они не платили штрафы. Да, и она сняла с учета ее. Она была... То есть вы ее брали, она без учета была? Да. Ага. Ну, проблем, в принципе, с этим не важны, что там полтора часа не занимает времени. Ну, то есть все, все номера чистые, все читают? Да, 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 все. Номер кузова, короче, вот здесь. И потом. Стекло, вот он, и подсидухой. Вот конструкция. Номер кузова. Ага, спасибо, буду знать. Скажите, да-да, что предыдущий владелец сказал про состояние? Ну, так толку ничего не сказал. Ну, типа, то, что бампер был меняный и задний бампер был меняный, и все. Так, а чего они вообще по окрасам? Ой, я даже чуть не вдавался в подробности. А владелец предыдущий что-нибудь говорил? Говорил, красилось. Ну, красились какие детали. Скажешь, и в ультра красились. А у них-то оригинальные тут расстались. Ну, то есть, типа, не Китай именно оригинальные. Ну, судя по всему, они какое-то время держались... Ну, видимо, да-да-да. На каком-то связующем элементе. И в действительном моменте вот это просто притеркость. Ну, я вижу, что вот это крыло окрашено, да? Причем так. Зона окраса. А вы ее как-то на аварийность проверяли, нет? Проверял, вот, чистая. И, ну, предыдущие собственники тоже ничего не говорили по поводу аварии, ДТП. Вообще-меньше не говорили. А это вообще, ну, это какая-то самодостаточная машина? Или тут, типа, все от Тойоты, все от Субару, или все от БМВ, я не знаю? Ой, я даже, короче, не знаю, потому что, короче, это... Вылезает краска. Типа Тойота Раш. Тойота. Ага. Ну, то есть, я к тому, что просто переживаю за запчасти. От Тойоты Раш, скорее всего, подходит. Японская. Что, руль очень похож на Тойотовский. И прибор тоже. Я сначала подумал, что это РАВ-4, типа, короче. Типа, это не РАВ-4, а Тойота Раш. Угу. Типа, короче, в России, грубо говоря, таких нет. Что-то она растрескалась. Много у него таких косячков? Что-то тут вот трещина какая-то. Такое все очень волнистое. Вот тут прям сверхволнистое. Интересное у вас сочетание детского кресла и ремней, застегнутых за спинкой. Ой. Это капля? Это что-то прозрачное. Здесь что-то на эбокситке держится. Не трогайте, а вдруг это несущая капля. Ага, она еще и трансформируется. Да, она, наверное, трансформируется. Багажник можно заглянуть? Он вообще есть у этой машины. Ага, у него даже вот так дверь открывает. Эта машина прямо-таки притягивает деньги. Слушайте, она что-то вся разваливается. Ну, выглядит, по крайней мере. Я боюсь это трогать, потому что останется потом это все у меня в руках. Не знаете, это заводское. Вот с этой стороны такого нет. Косички вот эти? Да. Ну, просто это, смотрите, вот по этой стороне вот здесь разваливается кусок. Сейчас, здесь не было у нас таких трещин. Здесь не было, но тут еще тоже такой же кусок отваливается явно. Смотри, почему большой. Ну, может, и заводское. Понятно. Так, что тут еще интересного? Какой интересный какой-то переход. Серое, черное. Здесь уже менее волнистая. Но все равно... Не, непонятно. Ремешки. Не знаю, или должны быть такие на Daihatsu, или отстрелившиеся. У нее не в курсе, система стабилизации есть какая-нибудь или что-то подобное? Нет, только ABS есть. Чуть-чуть тут тоже волнистая. Но ABS работает, я прям, это проверено. ABS работает. Тут, короче, лед же недавно был. Угу, да-да-да. Я прям в кола, короче, давлю, она стучит, но не тормозит. Так, могу попросить колеса выкрутить? Износ резины этого колеса. Выглядит равномерно. Я так понимаю, ничего не течет из нее, ничего менять прямо сейчас не нужно в ней. Ну, масло я, например, в моторе поменял. Потому что я уже 2000 на них поехал. Угу. Тут вроде тоже равномерный износ. А, и что еще я на них сделал, это стойкий стабилизатор поменял. Ага. Вот эти вот косточки. Деньги. Стучали? А их вообще не было. А. Ты сейчас купил, новые поменял. А сколько денег стоило? 900 рублей одна штучка. 900 рублей одна штучка. Владельцы BMW сейчас зарыдали. Ага. О, ничего себе. Фидаль до дырки стерта. А, вот, 181 тысяча. Угу. Так, а она получается, то есть вы ее взяли, до вас она практически стояла? Ну, я не знаю, стояла она или нет. Потому что мне сказали, что она полтора года в воздухе висела, просто до несчета она была. То есть, конечно, на ней где-то ездили. Угу. Краска вокруг стикеров. Так, здесь что-то, кажется, надо разобрать барабан задний, потому что такое ощущение, что из него течет что-то. Тормозит она нормально, да? АБС есть, вы говорите. Да, не проваливается, не чувствуется нормально. Ну, вот, просто, вот, видите, прям такая явная течь. Ну, из-за лужи, может быть. Не. Амортизатор течет. И туда все прям, вот. Вот, с одной стороны, выглядит жутко с точки зрения ржавчины, а с другой стороны, я недавно смотрел Mitsubishi, которому было несколько лет всего лишь, и он снизу выглядел гораздо более сгнившим. Так что, может, и ничего. Это колесо, вроде, тоже не подъедает. Ну, нет, чуть-чуть вот это подъедает. Да, вот, вот эту сторону чуток, да, подъедает. А сход-развал проверяли на ней? Да, он ровный. Ну, вот, единственное колесо вот эту боковину еще подъедает наружную. Ну, в общем, за исключением жутких, жуткого состояния кузова, я криминала не вижу. На клею. Такое ощущение, что это держится. Ну, да, здесь прям все латаное-перелатанное. Здесь складка приклеена. Не буду тогда это трогать. В принципе, и так понятно. То есть она перевертыш, да, видимо? Ну, я не знаю. Она как перевертыш не бьется варень. В смысле? Ну, я же проверял, типа, на аварийности. Бампер задний, передний. Все показано, типа, повреждения. Весь бок с таким окрасом довольно хреновым. Что здесь творится? Тин-тин-тин. Вообще разные болты. И, конечно, грязи защиту какую-нибудь. Блин, на удивление, прям все сухое. Прям вот она производит впечатление здорового автомобиля. С точки зрения техники. Все швы, да, конечно, ржавенькие. Но все одинаковые. Слева, справа. Такое ощущение, что на улице машина постояла. Все ржавое, все рыжее. Там маслом течет что-то в районе коробки. Или раздатки. Да, это раздатка, скорее всего, да, протекает. У меня даже кондей есть? Да. И он работает. Класс. Вот такую машину можно взять по цене. Новый Нивы. Сразу скажу, что я до этого Дайхат Сутериус не встречал и о его существовании даже не подозревал. И честно, после знакомства я остался в полном восторге от этой машинки. Я никак не ожидал в таком маленьком и недорогом автомобиле обнаружить такую взрослую конструкцию. Как в BMW. Тут еще и мотор поперед. Ой, продольно стоит. Да, да, да. Прям взрослая тачка. Более того, мне понравилось, как едет этот малыш, потому что снова от такого внешнего вида и моторчика объема полтора литра просто не ожидаешь такого веселого характера. Скрипит, кудит, рычит, но в целом, на удивление, мягенько едет. Вот мотор бодрый у нее, да, и коробка, в принципе, нормально не пинается. Классно, идет. И да, я впечатлился надежностью. Видно, что машинка вытерпела немало, но все еще неплохо себя чувствует. Течет, но работает. Прям вот она производит впечатление здорового автомобиля с точки зрения техники. Правда, конкретно этот экземпляр уже не совсем японский. По многочисленным признакам видно, что эту машину частично пересобирали в России после того, как с ней случилась какая-то неприятность. Поэтому для начала предлагаю проверить ее с помощью отчета автору. И первое, что мы видим, отметку о ДТП. На схеме повреждений помечены абсолютно все детали кузова. Она перевертыш, да, видимо? Ну, я не знаю. Она как перевертыш не бьется в районе. В смысле? Ну, я же проверял, типа, на аварийности. Бампер задний, передний. В общем, не знаю, где нынешний владелец проверял машину, но на будущее рекомендую пользоваться отчетами автору. Ведь в отчете автору, помимо отметки о ДТП, есть запись о том, что машина продавалась на аукционе битых автомобилей. А еще в отчете есть запись о том, что в 2020 году машина продавалась битой, и есть фотографии разбитого автомобиля. Автомобиль, как я и предположил на осмотре, перевернулся. Переднее колесо оторвало вовсе. Согласитесь, сразу же новая Нива кажется уже не такой плохой альтернативой. Впрочем, вернемся к Дайхатсу и к тому, что его реальное состояние немного отличается от того, что описал продавец. Не знаете, это заводское. С этой стороны такого нету. По этой стороне вот здесь разваливается кусок, тут еще тоже такой же кусок отваливается явно. Смотри, почему большой. Может и заводское. А вы ее как-то на аварийность проверяли, нет? Проверял, вот чисто. Ну как там, то, что есть, вот это бампера. Предыдущие собственники тоже ничего не говорили по поводу аварий, ДТП. Угу, вообще ничего не говорили. Я съездил, спросил бы, что давай, я на станку проверим. Типа как стапель, короче, где машины вытягивают. Заезжают, короче, там снизу лонжероны, короче, смотрят. Если лонжероны там чуть-чуть там подмятые, короче, там, ну, если, короче, машина билась прям жестко, там будет видно, что они делались вообще. Я раньше в сервисе работал, у меня знакомый занимается перекупством, короче, вот они на стапеле прям вытягивают, короче, и там очень видно, когда снимаешь ложками. Ну, то есть вы эту всю историю про аварийность знаете, вы проверяли, здесь не должно быть сюрпризов. Да, в основном так. Не будем придираться к нестыковкам. Вдруг продавец и правда не знал, что купил. Поэтому перейдем к универсальным советам, которые помогут вычислить сильно аварийный автомобиль. Причем хочу отдельно подчеркнуть универсальность этих советов. Понятно, что все машины разные, и у каждой есть особенности конструкции. Знать их все просто невозможно. Я, например, ДХ Сутериус видел впервые в жизни и не представлял, как что в нем должно выглядеть. Но есть универсальные признаки, которые что на Дэйхадсу, что на Ниве ничего хорошего не означают. И означают, что вам нужно поискать другой автомобиль. И первый из них – трещины на кузове. Не должны на автомобиле быть трещины. Не должны от него отваливаться кусочки. Это ненормально. Трещины на кузове появляются в тех местах, где лежит слишком много шпаклевки. А слишком много шпаклевки, в свою очередь, лежит в тех местах, где кузов был слишком сильно поврежден, и где вернуть ему прежнюю форму уже невозможно. Если границу ремонтного окраса не только видно невооруженным глазом, но об нее можно еще и порезаться, вероятность того, что машину любили, хорошо ремонтировали и качественно обслуживали, очень невелика. Обычно так готовят машины на продажу, те, от которых нужно избавиться. Также ни один завод не красит машину с каплями, да еще размером с горошину. Если вы видите капли в краске, это признак очень некачественного окраса. А признак не очень качественного окраса в проеме двери означает, что машину не просто поцарапали, а что повреждения были довольно существенными. Окрашенные стикеры и окрас вокруг стикеров также не сулит ничего хорошего, особенно если это стикеры на центральной стойке. Во-первых, это снова признак некачественного ремонта, а во-вторых, центральная стойка страдает только при очень серьезных ДТП, которые, как правило, влекут нарушение геометрии кузова. Ну и прекращенный учет. Это всегда повод проверить машину особенно внимательно или, по крайней мере, открыть по ней отчет Автору. Пустое место. А вот еще две подписи, они для чего? О, я покупал ее. У него имени нет, у него только подпись. И еще пара советов для продвинутых пользователей и самых внимательных. Всегда проверяйте крепеж, причем весь, который видите. Например, у осмотренного Daihatsu отличался крепеж крыльев. Но куда сильнее настораживает, что у него отличался крепеж стабилизатора. Причем с правой стороны гайка держалась чуть ли не на половине витков. Хотя владелец сказал, что только что обслужил этот элемент подвески. Я вот этот стойкий стабилизатор поменял. Вот эти вот косточки. Стучали? А их вообще не было. А. Ну а совсем внимательнее могут заметить погнутое крепление рычага правого переднего колеса, того самого, которое вырвало. Правда, заметить эту разницу можно только если сравнить подравник слева и справа. Также не стоит недооценивать течи на старой машине, ведь они тоже могут преподнести неприятные сюрпризы. Ведь без скрытия тяжело сказать, нужно заменить только уплотнитель или весь узел идет на замену. Та же раздатка у осмотренного Daihatsu. Видно было только, что она вся в масле. Но как давно оно оттуда вытекает? Может быть, узел уже несколько тысяч километров работает без масла? А может быть, туда вообще набилось грязи и песка от съездов на бездорожье? Или же течь тормозов? Может быть, нужно лишь резинки поменять? А может быть, износился весь узел и на замену идет тормозной цилиндр? Впрочем, в любом случае – завидная надежность. Автомобиль действительно неубиваемый во всех смыслах. Особенно если знать, что с ним произошло. Так или иначе, у всего есть ресурс. Машин, которые будут ездить вечно и в них нужно будет менять только масло и колодки, пока не существует. Поэтому ресурс осмотренного Daihatsu я бы рекомендовал оценивать, исходя не из цифр на одометре, а исходя из стертой до дырки накладки педали тормоза. Машину еще в 2013 году привезли из Италии и, вероятнее всего, пробег 180 тысяч километров был у машины еще тогда. В общем, чудо не произошло, а полноценный, надежный внедорожник с автоматом в ограниченном бюджете – это именно чудо. Так что, надеюсь, теперь вы понимаете, почему Niva все еще пользуется заслуженным спросом и почему этой машине так трудно найти альтернативу. Кстати, напомню, что тройной тест с участием этой Niva проходил на фоне большого мероприятия под названием «Новинка года» от Автору. Ребята собрали под одной крышей кучу интересных машин, которые смогли добраться до России благодаря параллельному импорту. И теперь предлагают вам выбрать, какая из этих машин лучше. Переходите по ссылке в описании, смотрите на участников и выбирайте победителя. Ну а этот ролик, надеюсь, позволит трезво оценить шансы на покупку недорогого внедорожника и поможет не купить откровенно проблемный автомобиль. Главное помните, покупайте глазами, а не ушами и проверяйте машину перед покупкой с помощью отчетов Автору. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, до скорых встреч, пока-пока.